Ну, на самом деле, для туриста курортный сбор никогда особо затратным не являлся. То есть для туриста курортный сбор – это, в принципе, абсолютно меняемые суммы. Он обычно не превышает порядка 0,5-1% от сумм, которые тратятся на отдых. То есть он не является значительным с точки зрения туриста. При этом этот сбор существует практически во всех странах мира, где именно идет ориентирование на курорт. Логично, он тоже обоснован. То есть если вы местный житель, вы платите местные налоги, за счет которых, собственно говоря, содержится территория, то есть строятся дороги, проводятся различные именно общие территориальные улучшения. То есть это логично, что местные жители платят эти средства из собственных налогов. Когда приезжают туристы, они точно так же пользуются в данном случае теми же дорогами общего пользования. Они точно так же пользуются общим благоустройством территории. То есть, в принципе, с точки зрения логики, это абсолютно нормальное и логичное явление. Почти во многих странах мира, почти во всех, которые занимаются именно курортами, у вас этот курортный сбор включен. Иногда в стоимость оплаты номера. Иногда его платит ваш туроператор. То есть вы даже не видите эту сумму как выделенную. То есть в некоторых странах он идет как выездная виза. То есть, когда вы закончили отдых, вы выезжаете и фиксированно платите в аэропорту. То есть это и называется именно курортный сбор. Просто в большинстве стран его даже не показывают. И в принципе это логично. То есть если вы едете в отель, либо вы едете по какой-то путевке, у вас эта сумма сразу забита в услуги туроператора. Если же вы приезжаете вот дикарем на отдых, то тогда да, вы его будете оплачивать самостоятельно.